Добрый день, друзья! Перед нами крепость Орешек. Она была основана в 1323 году на острове Ореховом князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. Это воистину легендарное место, где соединилась вся российская история. Крепость находится в 24 километрах от Санкт-Петербурга, в истоке Невы из Ладожского озера. Остров получил свое название из-за некогда обильно произраставшего орешника на его берегах. Крепость возвели летом 1323 года, а осенью сюда прибыли послы от шведского короля до подписания мирного договора, который получил название Ореховский и стал первым официальным мирным договором между Русью и Швецией. Этот договор приостанавливал шведскую агрессию вглубь страны, предусматривал свободную торговлю и закреплял за Новгородом восточную часть Карельского перешейка и берега Невы. А рядом под защитой крепости вырос город, который сейчас называется Шлиссельбург. Однако условия подписанного договора нарушались. Крепость вновь была завоевана шведами, и лишь в феврале 1349 года шведы сдались. Год спустя между Швецией и Новгородом был подписан новый договор, согласно которому Швеция навсегда отказывалась от притязаний на Орешек. При государе Иване III крепость Орешек полностью перестроили. Но в 1612 году крепость вновь оказалась во владении Швеции на целых 90 лет. Шведы переименовали Орешек в Нотебург, что в переводе со шведского означает «город-крепость». И лишь в октябре 1702 года, в ходе Северной войны, после 13-часового штурма, крепость была отвоевана Петром I. В победе огромную роль сыграло мужество князя Михаила Михайловича Голицына, который ослушался приказа царя отступать и со словами «Я не принадлежу тебе, государь, теперь я принадлежу одному богу» ринулся со своим отрядом в бой. После победы крепость получила новое название – Шрисельбург, что означает «ключ-город». И именно с тех пор была открыта дорога к устью Невы и строительству Санкт-Петербурга. Орешек производил очень сильное впечатление на противников, вот как писали о крепости в те времена шведы и датчане. Но Тепург – мощная крепость, победить ее можно либо голодом, либо по соглашению. А еще, считаю эту крепость одной из неприступнейших в мире. И хотя на протяжении всего XVIII века крепость перестраивалась, ее военно-оборонительное значение падало. Крепость перешла в статус главной политической тюрьмы Российской империи. Первые заключенные появились здесь при Петре I, а последние были выпущены на волю после революции в 1917 году. В ее стенах первой заключенной оказалась сестра Петра I – царевна Мария Алексеевна. Второй заключенный – первая жена Петра I – Евдокия Лопухина. Хотя обе и пострадали от политики, но сами политиками не являлись. Настоящими политическими заключенными стали в конце 1730-х годов князья Долгоруковый и Голицын, пытавшиеся после смерти Петра II ограничить власть вступающей на престол Анны Иоанновны. Самой безвинной жертвой стал Иван Антонович. В младенчестве он был провозглашен императором Иваном VI, Но свергнутый дочерью Петра I Елизаветы Петровны, младенец Иван VI Антонович оказался за решеткой. Несчастный он всю свою недолгую жизнь провел безымянным узником по тюремным камерам. Охрана даже не ведала и даже не видела, кого она охраняет. В камеру разрешалось входить лишь трем офицерам, без возможности общения со свергнутым царем. При Екатерине II и попытке освобождения 23-летнего Ивана Антоновича закололи и закопали на территории крепости без указания места захоронения. В орешке отбывали срок декабристы Иван Пущин, Вильген Кюхельбекер, братья Бестужевы и многие другие, а также народовольцы, эсеры, поляки, боровшиеся за освобождение Польши. Некоторых приговоренных к смерти привозили в крепость для казни. В орешке был казнен брат Ленина Александр Ульянов, покушавшийся на Александра III. У стены растет яблоня, посаженная одним из народовольцев, а за ней мемориальная доска. Одним из известных узников XVIII века стал журналист и издатель Новиков. Он был заключен в тюрьму в 1792 году сроком на 15 лет. За принадлежность к масонам и за то, что осмелился критиковать литературные опусы самой императрицы Екатерины II. Самый длительный срок, 38 лет в одиночной камере, отбывал майор польской армии Лукасинский. Его вина заключалась лишь в том, что он, будучи членом военного суда, отказался утверждать суровый приговор трём офицерам, вынесенный великим князем Константином Павловичем. Он умер на острове в возрасте 75 лет. Три года провёл в Шлиссенбургской крепости знаменитый революционер, бунтовщик, проповедник идей анархизма Михаил Бакунин. До этого он побывал во многих немецких тюрьмах и в Петропавловске, но именно на острове подорвал своё здоровье. Он писал, страшная вещь, пожизненное заключение, влачить жизнь без цели, без надежды, без интереса, со страшной зубной болью, продолжавшейся неделями, не спать, ни дней, ни ночей, что бы ты ни делал, что бы ни читал, даже во время сна чувствуешь, я раб, я мертвец, я труп. Здесь же сидел видный член большевистской партии Роженикидзе. После убийства народовольцами царя Александра II внутри крепости возвели новое здание на 40 одиночных камер. Стёкла на окнах камер были матовые, в результате у заключённых быстро портилось зрение. Лишь через 10 лет стёкла заменили на прозрачные. Несмотря на систему отопления, зимой и осенью температура в камерах нижнего этажа опускалась до 8, максимум 12 градусов. Многие сходили с ума. За малейшие нарушения и перестукивания наказывали карцером. На прогулки выводили в изолированные глухими стенами дворики 15 шагов в длину и 3 шага в ширину. В 1907 году тюрьму расширили и заключённые стали называть здание зверинцем. Двери камер от пола до потолка состояли из железной решётки. Надзиратель мог видеть всё происходящее в камерах, которые стали теперь общими на 15 человек. Шлиссенбург мог вместить тысячи заключённых. Если раньше здесь отбывали срок заметные фигуры, то теперь сюда привозили солдаты, матросов, рабочих и участников беспорядков. В Великую Отечественную войну с 1941 по 1943 годы на протяжении 498 дней велась оборона крепости от захвата её фашистами, тем самым защищая дорогу жизни, по которой вывозили людей из осаждённого Ленинграда. Немецкие войска находились очень близко и постоянно обстреливали крепость, но взять её им не удалось. На одной из конструкций высечена клятва бойцов крепости Орешек. Мы, бойцы крепости Орешек, клянёмся защищать её до последнего. Никто из нас при любых обстоятельствах не покинет её. Увольняются с острова на время больные и раненые, навсегда погибшие. Будем стоять здесь до конца. Самым тяжёлым периодом стала зима 1941-1942 года. Небывало холодное. Ледяной ветер, сладоги проморозил все помещения крепости. Солдатский паёк стал лишь немногим больше, чем норма хлеба в блокадном Ленинграде. И вот 18 января 1943 года Шлиссенбург был героически освобождён. Крепость устояла. Огонь артиллерии Орешков сыграл важную роль в прорыве блокады. На территории крепости находится братская могила, в которой похоронены 24 советских воина, погибших при обороне. Героическим защитникам крепости посвящён мемориальный комплекс, который был открыт 9 мая 1985 году. У мемориала установлены информационные щиты, рассказывающие об истории обороны Шлиссенбурга в годы войны. Чуть поодаль на возвышении установлен крест. Это могила солдат Семёновского и Преображенского полков, павших при штурме Нотебурга в 1702 году. На колокольне собора установлен флаг-шток. В годы войны защитники крепости каждый день поднимали красное знамя, которое противник пытался уничтожить. За Иоанновским собором находится здание новой тюрьмы, иначе называемой народовольческой. В ней находились заключения члены организации «Народная воля». Как правило, они сидели в одиночных камерах, без права общаться с другими заключёнными, без права читать, без права писать. Кто-то не выдерживал и быстро умирал, но были и такие, кто, отсидев более двух десятков лет, выходили на волю и доживали до глубокой старости. Из цитадели через небольшие ворота можно выйти на берег Невы и Ладожского озера. В отдельные годы тюремная администрация сделала небольшие поблажки, разрешая заключённым выходить за пределы крепостных стен и наслаждаться свежим воздухом и водными просторами. Сегодняшний Шлиссельбург – город-ключ на Ладожском озере. Под видео в описании я указала, как можно добраться до крепости Орешек в Шлиссельбург на автомобиле и общественном транспорте. Удивительно, когда я попала на остров, увидела группу туристов из Китая и Европы. Интерес к острову не ослабевает и в наши дни. Моя поездка в Петербург была крайне насыщенной, так что в ближайшее время подготовлю для вас, друзья, ряд интересных видео. Удачи вам! Продолжение следует...